Всем привет! С вами Евгений Погребежский и в этом видео мы поговорим о такой ситуации, как одиночество и неудовлетворение по этой причине. Итак, суть заключается в том, что каждый из нас, особенно молодые люди, как девушки, так и мужчины, испытывают в какой-то момент одиночество, когда не могут найти любимого человека или, например, получается ситуация, когда с нами есть какой-то человек, может быть девушка, парень и этот человек фактически по сути нам не подходит и мы испытываем одиночество, недопонимание и хочу вам дать один совет по этой теме. Итак, давайте представим такую вещь. Вы иллюзорно представляете много разных дверей. У каждой двери есть свой хозяин, который может пройти в эту дверь и, по сути, принести вам, как говорится, успех, если он там будет находиться. Если зайдет в эту дверь не тот человек, то, соответственно, это принесет только разочарование и убыток. Значит, давайте представим, допустим, дверь родителей. Дверь родителей, в которую могут зайти только родители. Соответственно, если вы, допустим, у вас есть родители, которых вы любите, и в эту дверь могут зайти только ваши родители. Больше никто. Никто не может заменить, допустим, их. Или, например, если, допустим, ситуация другая, что у человека какие-то сложности со своими родителями, есть кто-то, кто не, ну, как бы, не биологический родитель, но, тем не менее, ближе. Но, опять же, в эту дверь может зайти только тот человек, который соответствует именно фактору родителей, именно в полной степени. То же самое, допустим, дверь брата, сестры, там, друга. У каждого такого человека иллюзорно мы можем представить дверь. Итак, мы доходим до самого главного, до нашей темы. Дверь нашей второй половины, любимой девушки или парня, если мы говорим о девушке. Например, я говорю, ну, допустим, о себе. Я хочу встретить девушку, которую, допустим, я хочу с ней построить отношения. И я встречаю разных девушек, и, соответственно, например, я не могу найти ту самую, которая мне нужна. И что мне в этой ситуации нужно сделать? Это тот совет, который я хочу вам посоветовать. Значит, если вы не можете найти такого человека или еще не нашли, или по любой причине у вас этого, с вами этого человека нет, представьте дверь. Откройте эту дверь и представьте эту дверь вашего любимого человека. Это фактически дверь вашей души. Откройте эту дверь и скажите такие слова. Это те слова, которые вы должны запомнить, только вы должны отчетливо это сказать и внутри себя эти слова повторять каждый раз, когда вы увидите человека, который потенциально, вы считаете, может вам подойти. Значит, слова это такие. Открытая. Вы представляете открытую дверь, которую вы открыли. Фактически это дверь вашей души. И для этого человека. И вы говорите следующие слова. Моя дверь открыта для тебя. Когда вы эти слова произносите, опять же, не обязательно их произносить в словах, главное их произносить внутри, как бы себя. И, по сути, что получается? Например, вы идете по улице, встречаете, допустим, парень, вы встречаете девушку. И внутри себя вы говорите эти слова. Моя дверь открыта для тебя. Представляете эту дверь. Представляете эту девушку и можете уже иллюзорно почувствовать энергетически, этот человек может вам подойти или нет. И, соответственно, в какой-то момент вы почувствуете, что да, этот человек соответствует. Вы начнете с ним общение или как-то ситуация вас сплотит. И, соответственно, вы можете по этой схеме таким образом понять, кто вам больше подходит, а кто нет. Бывают случаи, что вы даже представить не могли, что этот человек вам подойдет. Но, по сути, он подошел. Суть в чем? Например, у каждого человека есть своя, ну, так сказать, фантазия насчет того человека, который ему может подойти. Например, парень мечтает о скромной, порядочной девушке, и он считает, что этот человек, который его может дополнить и может ему подойти в жизнь. Но, по сути, он встречает какую-то девушку, которая очень вспыльчивая, нахальная, наглая, совершенно не соответствует его иллюзии, какая должна быть девушка с ним. Но именно вот эта наглая и нахальная женщина, девушка, которую он встречает, может его дополнить, потому что, например, она в него влюбится. И, соответственно, в итоге они смогут создать семью. Хотя он совершенно не хотел такую девушку. Он хотел порядочную, скромную. То же самое девушка мечтает о порядочном, серьезном парне, который будет ответственный. Встречает какого-то безответственного человека и говорит, нет, этот мне не подойдет. Но, по сути, именно этот человек может ей подойти, потому что именно он ее полюбит, и он постепенно в себе изменит, насколько это возможно, свои, так сказать, просчеты, которые он делает, ошибки. Поэтому необходимо как бы дать возможность человеку себя проявить, с одной стороны, не сразу как бы это голословно решать. А то, что мы говорили до этого, насчет «моя дверь открыта для тебя», это именно как бы на моральном уровне у нас есть связь или нет. Даже если у нас нету связи, но мы видим, что по ситуации наша жизнь как-то связывается с этим человеком, нам как-то хорошо с этим человеком, человек нас дополняет. По сути, как бы мы можем постепенно как бы впустить его в эту дверь, но мы должны чувствовать, что морально он нам подходит, вот именно нам хорошо с ним. Если нам, допустим, человек не особенно нравится, и нам тяжело с этим человеком, или даже нам очень нравится, но нам тяжело с этим человеком, то, по сути, может быть такое, что это просто человек, который нам не подходит. Поэтому очень хорошая схема себе представить эту дверь и как бы помнить вот эти слова «моя дверь открыта для тебя», открыть эту дверь в своей душе, и в какой-то момент мы встретим человека, который нас дополнит, сможет войти в эту дверь и достоин им быть нам партнером по жизни. И мы также его сможем дополнить и любить этого человека, если, допустим, в случае парня девушку любить, если в случае девушки она встретит парня, будет его любить. Итак, всем спасибо за просмотр, с вами был Евгений Погребежский, до новых встреч!